Лучшие в стране Татьяна Голикова! Танечка, добрый день! Всем добрый день! С наступающим Новым Годом! Невероятно рада, что ты в нашей студии появилась. И скажу тем, кто, может быть, не помнит, и напомню тем, кто, может быть, смотрел, но позабыл, Таня была у нас в гостях. Была не раз. И все эти наши встречи были очень хорошие, позитивные, положительные. Это вот так приятно и радостно видеть вновь у нас в гостях Татьяну. Сразу хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям и сказать, ну, разумеется, раз у нас в гостях нумеролог, то мы, конечно, с вами послушаем прогноз, толкование на наступающий 2019 год, разумеется. Ну и еще нам пообещала Таня, что у каждого из нас с вами будет возможность послушать также лично свой прогноз по своему коду жизни. Поэтому, наверное, как сделаем? Я предлагаю сейчас, Танюш, нам с тобой рассказать, каким образом нужно сложить этот личный код жизни, чтобы люди все-таки сосчитали, потому что я допускаю, что не каждый на ходу может, просто в силу занятости какой-то там, и голова сейчас может забита разными вопросами, подготовками и так далее. Но через какое-то время мы обязательно, конечно, сделаем прогноз. Итак, как нужно посчитать правильно свой личный код жизни? Самое главное, вот действительно нужно знать свой код жизни. Можно даже не знать... Это не пин-код. Это не пин-код. Что важнее, даже не знаю, наверное, важнее город, как раз код жизни. Поэтому, как я всегда говорю, самое главное – простота. Не надо углубляться в какие-то сумасшедшие формулы, которых везде хватает, а в нумерологии тоже. Поэтому здесь самая ваша важная цифра – это день рождения и число жизненного пути. Как оно высчитывается? Вы соединяете день, месяц и год. А если день, например, состоит из двух цифр, то есть это число тоже между собой? Да, между собой обязательно каждую цифру. Например, 20-е, 02-е, 84-й год. Так. То есть вы соединяете 2 плюс 0, плюс 0, плюс 2, плюс 1, плюс 9, плюс 8, плюс 4. Так. В конце у вас получается цифра, как правило, она всегда тоже двухзначна. Ее вы тоже складываете до однозначного числа. То есть у нас должна в конце обязательно цифра получиться от 1 до 9. Вот. Да. Мне кажется, все предельно ясно. Я допускаю такую мысль, чтобы попробуем еще через буквально несколько минут еще раз повторить для тех, кто вдруг что-то пропустил. Друзья, вы пока считаете этот самый код жизни свой, да? На будущий год нужно нам будет посчитать? Или мы просто не успеем столько информации выдать в эфир? Если мы успеем, мы посчитаем. Хорошо. Я могу сейчас сказать, опять же, как посчитать личную цифру на 2019-й, потому что пока мы будем говорить вообще про общее настроение 2019-го, остальные могут просчитать. То есть когда мы высчитываем личную свою цифру на 2019-й год, то вместо года рождения мы подставляем 2019-й год. То есть прибавляем день плюс месяц плюс 2019-й год, и какая цифра тоже в конце получается. То есть, например, 20-е, 0-2, 2019-й точно так же. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 2 плюс 0 плюс 1 плюс 9. Складывайте, и точно так же, если получается двухзначное число, складывайте его до однозначного. Друзья, пожалуйста, калькуляторы вам в помощь, если подзабыли, как складывается, или вы мне посчитаете, потому что я, например, знаю, что это уникальная возможность, потому что если к Татьяне лично обращаться, то это совершенно другая будет история, хотя которая, безусловно, очень важна каждому человеку. Здесь уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь даже. Итак, дорогая Татьяна, с волнением, конечно, с волнением задаю этот вопрос. Я думаю, что абсолютно каждый, наверное, кто сейчас у своих телевизоров-приемников тоже испытывает небольшое волнение, потому что наступает Новый год, и, конечно, мы все где-то в глубине души надеемся, что вот он-то будет очень хороший. Ну уж этот-то должен обязательно быть удачным, успешным, принести массу здоровья и так далее. Но ведь есть цифры и числа, против которых, извините, не пойдешь. Танюш, что нам сулит? Год желтого земляного кабана. Желтый земляной кабан. Кстати, мой год. Так что встречаю. И поэтому тоже не скрою, Танечка у нас сегодня в гостях, друзья, потому что люди, рожденные в этот год, конечно, тоже приносят удачу. Кстати, хотела бы по поводу одежды. Вот даже не просто так оделась сегодня более ярко, хотя сначала хотела что-то более темнее одеть. Но расскажу честно. 2019 год и кабан очень любит дизайнерство, креативность, стиль, яркие краски, аксессуары. То есть черное можно носить, но обязательно разбавлять чем-то стильным, красными бусами, необычным, бусами, сумочка. Обязательно делать акценты. Потому что те, кто хотят сделать карьеру в 2019 году, дизайнеров, визажистов, актеров, рекламы, это будет ваш год. Потому что он очень интересный. Если сложить... Телевидение, скажи, Танечка, относится? Телевидение 100% относится. Поэтому отдельно и радио, и телевидение, и то, как вы работаете с артистами. Все ваше направление, поэтому на вас стрили все уши, расскажу все секреты. Да, да. Поэтому еще раз говорю, очень интересно, потому что если сложить 2 плюс 0, плюс 1, плюс 9, равно 12, 1 плюс 2 складываем, равно 3. Тройка. Да. А тройка у нас цифра творчества, креативности, самовыражения, импульса, энергии, страсти, игры. Поэтому, честно говоря, очень много творческих людей, вот именно в творческих профессиях, и певцы, и музыканты, и танцоры. Те, кто действительно популярны, кого мы видим на телевидении, вот честно, очень люблю даже там танцы на ТНТ или что-то, элементарно просчитывают те, кто сидят в жюри, в основном те, кто выигрывает. У всех в основном тройки в матрице. Поэтому верите, не верите, оно работает. И, допустим, также даже для вашей студии можно делать новый дизайн, можно сделать что-то яркое, можно делать яркие презентации. Ну, добавляйте красок, добавляйте жизни в себя, в студию, в программу. Сейчас, мне кажется, немножечко напряглись люди, ну, совсем не творческих профессий, например. На самом деле, когда цифра всего года начинает влиять на людей, она начинает влиять и на остальные цифры тоже. И тех, у кого, наоборот, креативности, творчества не хватало, поверьте, у вас эти, конечно, не на 100%, но на 30, 40, 50% эти импульсы пойдут. Поэтому очень часто это год обновления, обновления гардероба, обновления себя, стиля. И, на самом деле, тех, у кого троек больше прописано, им будет проще. Тех, у кого меньше прописано, наоборот, будет интереснее того, что вас подтянет, захочется что-то изменить, что-то сделать. Поэтому год прекрасно подходит для того, чтобы действительно попробовать что-то новое. Я вот подумала, сколько же новых, наверное, у нас появится артистов, но, во всяком случае, почта наша будет завалена 100% начинающими вот этими самыми певцами. Один из секретов, кстати, вот рассчитывала вчера, подготавливалась к программе, к вашей. И так интересно вышло, что если бы вы когда-то задумались, даже можно заняться продюсированием кого-то, потому что у вас настолько сочетание вашей истинной даты рождения, года и вообще структуры вашей матрицы, что вы можете вообще попробовать совершенно новые для себя проекты, которые вы не пробовали раньше. Вы, Александр, тоже у нас. Отлично, друзья. Можете во многом попробовать себя. Попробую, пожалуйста, после эфира сейчас обращать начинающий продюсер. Действительно, вы можете сделать то, что вы не делали до этого. Вот инвестирование, продюсирование, раскрутка чего-то нового. Нужно обязательно на это обращать внимание и не побояться чего-то сделать. Хорошо, Танечка. Что касается страны ФМ, меня очень устраивает, конечно, этот прогноз. Тем более, что он абсолютно честный и искренний. Это я вижу по светящимся глазам. Ну а что касается, конечно, России-матушки. А вот творчество, всё понятно в жизни каждого человека. Раскроются какие-то таланты, я так понимаю, способности. Ну а что касается, не знаю, может быть, там политики какой-то внутренней и внешней. Здесь о чём-то цифры говорят. Будет и сложнее нам, или, может быть, если мы говорим... Или мы песнями и танцами всех покорим. Ну Россия у нас, честно, отличается всё-таки суровым характером. Закалённые, сибиряки. Поэтому, если мы говорим о политических делах в общем, здесь могут быть, кстати, перемены. Не будем говорить прям плохие, хорошие, но перемены действительно могут быть. Я думаю, что не совсем в глобальном плане у нас, Владимир Владимирович, всё хорошо. Но действительно какие-то политические колебания, потому что тройка – это нестабильная цифра. И она не может быть постоянно статична, спокойна. Это не говорит о том, что, опять же, для эволюции, для развития перемены нужны. Но не всегда к переменам готовы. И, честно говоря, мы, конечно, к европейскому уровню очень стремимся, переходим. Но иногда мы так чуть-чуть тяжеловато в этом. Поэтому не всё будет даваться с лёгкостью, не всё будет даваться с быстротой и скоростью, которой хотелось бы. Но без перемен никуда мы не пройдём. Поэтому будут, скорее всего, в России перемены. Не всегда, которые будут приниматься сначала хорошо, но в итоге будут приживаться. Поэтому здесь надо быть готовым к разным, к разным, к разным ситуациям. И заниматься творчеством. Оно, кстати, во все времена спасает. Оно во все времена. Как грелись, как поднимали настроение. Друзья, вот немножко творчества добавим в наш эфир. У нас Сагдиана, я побираю тебя. Оставайтесь с нами, и мы очень скоро продолжим общаться. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья, у нас в гостях Татьяна Голикова. Это нумеролог, психолог, коуч и человек, который уже на протяжении более 10 лет помогает невероятному количеству людей обрести себя, уверенность, понять своё истинное предназначение. Вообще наладить отношения в семье и так далее. Огромное количество, наверное, вопросов решаются в жизни благодаря нумерологии. Ну и когда я ищу здесь и психологии, и огромное количество массы знаний, я знаю, что, Тань, ты продолжаешь и продолжаешь всё равно познавать. Всё глубже и глубже, и глубже, и глубже, и шире, и шире. В общем, что невероятная умница. Мы, конечно, продолжаем внимательно слушать прогноз на 2019 год. Узнали уже, что, возможно, какие-то политические изменения внутренние, не глобальные, но какие-то изменения, конечно же, будут, да? Без изменений невозможно развитие. Да, да, скажи, пожалуйста, только самое главное. Владимир Владимирович, у него там вот всё хорошо на предстоящий год, потому что, ну, всё равно, и коль у президента будет, я знаю, что народ он не бросит. Владимир Владимирович, самое главное, здоровье. Остальное всё... Всё есть у него. Всё хорошо, всё есть. Тогда цифры, все числа, всё очень правильно. Поэтому никуда он не собирается от нас, слава богу. Ну, вот просто к разговору о переменах, да, что всё в порядке, всё хорошо. Нет, здесь это просто общее. Абсолютная внутренняя какая-то история такая будет, да. Хорошо, давайте перейдём дальше. Что касается бизнеса в 2019 году, то людям, которые занимаются бизнесом, стоит ли, может быть, начинать бизнес в наступающем году, если пока только думаешь, подумываешь об этом? В 2019 год хранит в себе, если мы говорим по каждой цифре, да, то есть двойкой она у нас говорит о партнёрстве, о коммуникации, о слушании, о умении слушать другого человека. Ноль – это открытые возможности, это огромный потенциал, единицы – это лидерство. Девятка – это большие горизонты, это большие перспективы, это возможность набраться опыта и поделиться опытом, который уже был. Если мы говорим про бизнес, то это один из самых хороших годов, когда можно расширять вообще свои горизонты, то есть действительно увеличивать количество филиалов, выходить за границы возможностей, заводить иностранные партнёрства. Это расширение, 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 потому что лидерских качеств будет хватать, кому не хватать, нужно обязательно прокачивать, у нас этого тоже, слава богу, достаточно. И в девятке обязательно нужна взаимопомощь между собой, потому что девятка – это цифра помощи, взаимовыручки. И вообще век у нас 21-й – это век команд, а не единичного пути, поэтому если у вас хорошие партнёры, если у вас надёжные друзья, если у вас действительно хорошие перспективы, 2019 год прекрасен для того, чтобы расширяться, масштабироваться и ничего не бояться. Если вы не чувствуете в себе силы и переживаете, то нужно понимать и почему. И срочно избавляться от этого. Избавляться от этого, потому что очень часто у вас действительно есть предпосылки, год вам сулит удачу. Сам по себе действительно год 2019 может стать уникальным для многих, потому что ты с астрологами, своими коллегами разговаривала. Очень многие прогнозируют действительно очень хороший год. Ещё раз вам разложила, почему. Двойка партнёрства, девятка партнёрства, единица лидерства, ноль уникальной возможности. Бери «Не хочу» это называется. Продвигайся и продвигайся. Ещё и помогая, ещё и наставляя, ещё и расширяя свои горизонты. Поэтому, если вы чувствуете какую-то неуверенность или что-то с вами происходит, срочно с этим разбирайтесь. Вот действительно. Потому что очень часто именно блоки, эмоции, переживания нам мешают. И когда с этим разбираются... Короче говоря, сам человек себе мешает. Никакие не внешние силы. Вот год вам мешать точно не будут. Цифры мешать вам точно не будут. Поэтому очень большой вопрос по 2019-му итогу. Будем решать, кто что успел, кто нет. С каждым лично разговор будет потом. Потому что к цифрам не придерёшься. Действительно уникальный, активный, энергичный и действительно к бизнесу располагающий. Что же касается тогда любви, семьи. Здесь, как 2019 год, будет благоволить вот этому чувству прекрасного, Олег? Или только бизнесом будем заниматься и творчеством? Нет, конечно, безлюбимы никуда. Любовь — это любовь. Но есть, конечно, свои секретики в 2019 году. Так как тройка у нас цифра непостоянная. Так. Интересующиеся и увлекающиеся в разные направления. Посматривающие по сторонам, да. Посматривающие по сторонам. Поэтому секрет основной в том, что если вы действительно хотите сохранить отношения, допустим, долго в отношениях, или хотите найти нового партнёра, или как-то разнообразить свою жизнь, действительно нужно стараться будет, да, для того, чтобы завлечь партнёра, для того, чтобы сохранить отношения, проявлять инициативу. Потому что тройка любит смелых, активных, разносторонних. Вы не должны быть скучны партнёру, надо развиваться, нужно быть интересны. Ещё раз не забываем, год свиньи любит яркость, креативность. Нужно смотреть за собой, действительно ухаживать не только женщинам, но и мужчинам. Потому что женщина тоже будет придираться к внешнему виду. И тройка действительно будет делать большой акцент на внешней составляющей, но и на внутренней, как разносторонних людей. Поэтому, если вы совсем скучный человек, пожалуйста, займитесь чем-нибудь, заводите хобби, заводите себе интересы. Потому что требование у вторых половин, вот именно давление этих цифр будет возрастать. Опять же, здесь секрет в том, что именно цифра 9 в 2019 году будет заставлять людей набираться опыта и мудрости. Поэтому придётся пошевелиться. Если хотите действительно влюбить в себя человека, действительно найти достойного партнёра, приложите к этому максимально усилий, и становитесь интересной и интересным. И внешней, и внутренней. И внешней, и внутренней. Это будет именно составляющая цифра 3 и 2019 года. Просто так на скамейке отсидеться в стороне не получится. Всё понятно. В общем, есть над чем подумать, есть чем заняться нам, и мальчикам, и девочкам. Ну, попозже. Сначала давайте послушаем, посмотрим. У нас небольшая пауза. Родион Газманов, обязательно оставайтесь с нами. Татьяна Голикова у нас сегодня в гостях. Профессиональный нумеролог, психолог, коучи, друзья мои дорогие. Тот самый обещанный момент, когда у нас у каждого из вас есть возможность узвать практически свой личный прогноз на 2019 год. Мы в самом начале программы давали вам с Татьяной задание посчитать код жизненного пути. Если вдруг вы посчитали, большой молодец, плюсик вам. Дожидайтесь сейчас информации именно о своей цифре. Если есть те, которые к нам только что подключились, мы быстренько напомним, как посчитать этот код жизни. Танюш, делай это, пожалуйста. У тебя лучше получится гораздо. Да, с удовольствием, конечно, ещё раз повторю. Для того, чтобы понимать свой код, число жизненного пути. Число жизненного пути, да. Число жизненного пути. На самом деле по-разному. Можете в интернет зайти, там есть код жизненного пути, число жизненного пути, код судьбы. Как только не называют. Самое главное его посчитать и понимать. Да, правильно посчитать и понимать. Поэтому повторяем ещё раз. Складываем день, месяц и год. Сейчас мы считаем именно... По одной цифре. По одной цифре, да. То есть если у вас в конце, ну, скорее всего, у вас получается двухзначное число, вы его также складываете до однозначного. Получилось 23. 2 плюс 3 равно 5. Получилось 12. 1 плюс 2, 3. День плюс месяц плюс год. Только между собой также складываемся цифры. Допустим, 13-е, 0-6-е, там 85-е. 1 плюс 3, 6, 1, 9, 8, 5. Ну, я думаю, более чем понятно и достаточно. Все посчитали. И должна получиться цифра у каждого от 1 до 9. От 1 до 9. Танечка, пожалуйста. Есть ещё дополнительные цифры, но мы их... Они достаточно сложные, и про них я всё-таки предпочитаю отдельно говорить на консультации, потому что есть число 11-22. Так. А их ради не суммировать нельзя? Ну, их лучше суммировать. Мы про это не будем говорить. Но всё-таки у кого получается 11-22, они существуют в мире нумерологии. Как я говорю, в мире людей складывают, в мире нумерологии они существуют. Поэтому они донесут на себе ещё одну нагрузку дополнительную. Но чтобы всё-таки сейчас совсем не зарываться, это можно также и в Инстаграме у меня почитать. Есть дополнительная информация и в интернете можно, и на консультации. Ну, безусловно, дальше нужно познавать глубже, конечно. Мы же дадим сейчас буквально небольшое количество. Чтобы именно было понимание, потому что основные цифры... Даже если 11 получилось, мы складываем 1 плюс 1, и будет 2. Да. Так что основной цифровой ряд у нас от 1 до 9. Итак, внимание. Что же ожидает у нас единица, если у вас получилась в конце цифра 1? Здесь самое главное, так как троечка у нас года, цифра немножко такая эгоистичная, единица бывает. То есть тоже до себя лидерские позиции. Здесь самое главное с лидерством не переборщить. То есть быть лидером, оставаться, но достаточно мягко. Уметь слушать собеседника, уметь проявлять себя. То есть, знаете как, зашёл в пространство, все понимают, что ты лидер, никуда не денется. Но всё-таки царское дело разговаривает с людьми. Поэтому обращайте внимание на собеседников, обращайте внимание на то, что происходит рядом с вами, но при этом обязательно оставаясь самим собой. Особенно с членами семьи, что тоже важно. Везде лояльность и гибкость. Не переборщивайте, добавляйте мягкости именно по отношению к партнёрам в бизнесе, в любви, к друзьям. И тогда у вас действительно будет сопутствовать удача, и всё будет очень хорошо. Хорошо. Если по числу жизненного пути у вас два получилось, когда вы сложили все цифры, очень интересный год будет по раскрытию талантов, способностей, интеллектуального мышления, то есть то, что у вас заложено. То есть если вы не интересовались этим вопросом, заинтересуйтесь, пожалуйста, потому что у нас скрытых ресурсов, скрытых потенциалов огромное количество в нас. И вот действительно хобби нужно найти своё, занятие своё найти, но именно год талантов, потому что очень часто таланты оказываются уникальны, и те, которые помогут вам и денег заработать, и профессию новую приобрести, и любовь. Всё важно, конечно. Всё важно, поэтому двоечки про таланты. Если у вас по числу жизненного пути получилась цифра 3, троечка как раз она совпадает с общей энергией года, 2019 год тройки, и ваше в конце получилось число жизненного пути тройка. Очень интересный год для создания семьи, для создания взаимоотношений, для рождения детей. Творчество, оно остаётся, оно превосходит, но здесь действительно у вас будет очень интересный акцент на любовь, на взаимоотношения, на создание пар. Если вы планируете в каком году свадьбу, планируете на 2019 год. Если вы планируете рождение детей, вы также можете запланировать на 2019 год. Норопитесь, тройки! Будет очень и очень помогать. То есть семейные традиции, дом, очаг. Если вы собирались заниматься домом, ремонтом, дизайнерством, что-то переделать, то есть у вас действительно у троек будет дом, семья, уют. И полная чаша. И полная чаша. И рождение детей. Чудесно. Не бойтесь, потому что у нас современные... Ну, я просто сталкиваюсь с этим. Современные девушки переживают теперь, как же, как же. А вдруг, а когда же я всё успею делать? Троечки, вы успеете всё. Везёт же! Хорошо. Если у вас число жизненного пути 4, четвёрки, они вообще сами по себе достаточно структурные люди, любят стабильность, основу. Четвёрку ещё называют цифрой стульчика, такой всё устойчиво. То тройка может немножко вашу устойчивость и структуру пошатнуть. Будьте с этим аккуратны. Наверное, это и хорошо, потому что иногда нужно выходить из равновесия для того, чтобы было развитие, для того, чтобы вообще что-то поменять в своей жизни. Я ещё говорю, для четвёрок это год выходите из зоны комфорта. Поэтому не бойтесь, тройка будет это делать мягко, аккуратно, никто вас обижать не будет. Но всё-таки хорошо немножко структуру, устою традиции в чём-то расшатать. То есть выйти за пределы себя, выйти за зону комфорта. И тогда действительно можно увидеть новые горизонты. Хотя четвёрка перейдёт новые горизонты, и там начнёт стабилизироваться. Понятно. Гнездоваться. Но всё-таки для того, чтобы взять новые вершины горизонта, нужно структуру разбавить. Если у вас число жизненного пути 5, ну очень интересно сочетание у пятёрки с годом тройки, потому что пятёрка сама по себе цифра очень активная, очень динамичная, любит приключения, разнообразие. И свойства тройки тоже в этом похожи. Поэтому, знаете, сочетание шерочка с машерочкой. Как я говорю, здесь очень быть аккуратно, с зависимостью, особенно на праздновании Нового года. Контролируйте. Лучше сразу, конечно, взять под контрольную ситуацию. Да, контролируйте количество употребляемых продуктов. То есть не давайте себе в этом году немножко, потому что может понести в разные стороны. Хочу тусить, не хочу работать, хочу жениться. Страшное дело. То есть самое главное не уйти в разнос, потому что пятёрка имеет очень сильное свойство логики, координации, собрать в кучу, но сделать этот процесс более активным и сделать его более динамичным. Поэтому, если вы всё-таки соберётесь и не будете давать себе излишнее веселье и раздолье, то сможете действительно очень продвинуться в делах. Именно продумать многие варианты, потому что будет прям креативность со всех сторон идти, идеи будут идти со всех сторон. И ваша задача как пятёрки, там очень хорошая логика в пятёрке. И фантазия, конечно, хорошая, чтобы не улететь слишком. Фантазия продумать чётко цели, планы и действительно собрать все свои идеи в кучу. Просите коллег, просите психологов, коучей, потому что фантазия будут пятёрки. Самое главное взять из этого ценность, какие идеи ценно, и действительно их реализовать. Поэтому не в разнос, а в дело. Вот эту энергию и в нужное русло, что называется. Если у вас число жизненного пути шестёрка, то здесь очень интересный будет вариант. Достаточно стабильно может пройти именно семейная жизнь, потому что тройка, шестёрка, они тоже похожи из одной структуры. От шестёрочки половина троечки называется. То есть одна часть будет стабилизироваться, но, скорее всего, это будет семейная жизнь, отношения, взаимоотношения с детьми. А вот именно в работе могут ждать перемены. Тоже шестёрку нужно немножечко растрясти, чтобы не только семьёй занималась, чтобы, знаете, не превращалась в домоседку. Но и саморазвитием заниматься. Да, саморазвитием. Действительно, здесь могут ждать перемены, перемены в работе, по карьере, самореализация, саморазвитие. Этим нужно обязательно заниматься. Если вы всё-таки делаете выбор домом заниматься, оставаться дома или заниматься развитием и карьерой, нужно и домом заниматься, и развитием и карьерой заниматься. Да. Нужно успевать всё. Так, если у вас число жизненного пути семь, семёрка у нас отличается иногда закрытостью, иногда аскетизмом, кропотливостью. И вот тройка как раз здесь очень хорошо будет семёркам помогать в этом году. Потому что семёрку не всегда вытащишь на новые дела, новые проекты, не всегда хватает вдохновений или не всегда хватает энергии это вдохновение реализовать. То есть здесь у семёрок будет очень много энергии как раз появится для творчества, для реализации, для того, чтобы выйти из застоя наконец-то, для того, чтобы так же путешествовать, так же иностранные партнёры, так же переезды за границу, путешествия. Потому что семёрки не всегда их вытащишь из своего такого некого царства-государства внутреннего, то тройка будет очень помогать именно развиваться, расширяться. Как раз здесь будет энергия девятки подходить для того, чтобы делиться опытом, потому что семёрки очень часто мудрые. И это, знаете, очень хороший период для тех, кто занимается, уже накопили багаж свой, да, то есть там уже успешен в каком-то направлении. Хорошо тренинги вести, семинары, делитесь опытом, выходите в социальный мир, мир интернета, рассказывайте, что вы уже умеете делать, не получается, нанимайте команду, взаимодействуйте с людьми. Но поделитесь тем, что вы накопили, потому что импульс и творчество, вдохновение для семёрок будут очень важны. Нужно именно будет вытащить из вас внутри то, что накопилось. Вот именно как раз в творчество что-то реализовать, хорошо миру преподнести и научить очень многих вокруг вас. Если мы говорим про число жизненного пути восьмёрку. Восьмёрка, да, у нас. Здесь тоже очень интересно. Восьмёрка, она сама по себе очень структурная цифра, тоже любит стабильность. И тройка также будет помогать эту... Она не будет расшатывать стабильность восьмёрки, но будет помогать именно привлечению новых партнёров. Будет у восьмёрки тоже здесь, как говорю, про любовь восьмёрок очень прям... Особенно если у вас мужчина восьмёрка, ну, уделите прям очень внимание. Лучше сразу разводиться? Нет, не разводиться, но лучше мужа не отпускать одного в командировке или на постоянной корпоративной встрече. Ходите с ним. И даже если вторая половина говорит, как так, ты же со мной никуда не ходила. Что такое? Вот 2019 год, восьмёрок не отпускаем никуда. Ты посмотри-ка, что делается. Потому что, с одной стороны, достаточно хороший год для развития бизнеса, будет стабильно, хорошо, и они будут аккуратно, двигайтесь аккуратно. То есть не совсем выходя из зоны комфорта, а сто раз подумал, один раз отрезал. То есть развиваться можно, но не сильно. То есть вот совсем брать глобальные горизонты... По завоеванию мира? Да, по завоеванию мира лучше восьмёрок не надо. А какой-то небольшой филиал или какое-то небольшое направление или чем-то заняться можно. Но говорю, в любовной сфере будьте аккуратны, что с женщинами, что с мужчинами. Вторую половину не отпускайте одну. В общем, будет не скучно. Смотрите за собой, то, про что мы вам говорили. Должна быть красивая или красивой. И просто, да, находитесь побольше рядом, потому что немного энергии будет на приключения тянуть. Девятки, дорогие, любимые, настал ваш черёд, прослушайте прогноз. Девятки, да, число жизненного пути девяток. У девяток как раз будет соединение с 2019 году, цифра 9. А 9 у нас имеет свойство переходить на новый цикл. Девятка потом опять переходит в 0 и в 1, и всё начинается заново. Поэтому девятки тоже не всегда у нас хорошо двигаются по жизни. Я их иногда называю улитки такие. Иногда бывают, конечно, реактивные улитки. Но, как правило, девятки достаточно такие стабильные, подумают ещё вот как-то не очень. Но всё-таки 2019 год – это год ваших перемен. И здесь будет ускорение вам свыше. То есть если не захотите шевелиться, двигаться, пространство начнёт шевелиться вокруг вас. Очень хороший год творческих перемен, успехов. Особенно если вы занимаетесь каким-то креативным бизнесом, рекламой, телевидением. То есть для вас это прям очень хорошо. Если вы занимаетесь любым другим бизнесом, финансой, экономикой, время перемен. Нужно что-то менять в своей жизни. И также очень сильно будет год осознаний. Потому что и 2019, цифра 9, и вы 9 – это уже накопленная мудрость. Нужен анализ, анализ, анализ. Что сделал? Очень часто бывает таких людей, есть кризисы, да, каждого там возраста. То иногда вы можете внутри себя почувствовать этот кризис, что вроде по годам не подходит кризис, но как будто внутри. Он лайтовый, это не депрессия. Но если вы это чувствуете внутри себя, сразу идите в анализ. Просто подводите итоги. Что сделал, что не сделал, что мог бы улучшить. Где могу улучшиться? Какие сферы моей жизни страдают? Есть очень хорошее упражнение в психологии, в коучинге, называется, но оно элементарное – колесо баланса. Когда рисуется колесо, разделяются на сферы жизни, семья, работа, дети, друзья. И проставляется одного до девяти шкала. Да, где, как у меня. Вот для девяток это очень актуально. Ходите с таким колесом и листочком целый год, подтягивая. Это полезно для всех, да. Но для девяток это будет особенно, чтобы не уйти в эмоциональный коллапс. Спасибо огромное. Я думаю, что и достаточно подробно. Но, конечно, я знаю, что это не вся информация, которую может профессиональный нумеролог рассказать о каждой конкретной цифре. Здесь могу только сказать, либо вы пропустили свой прогноз, либо вы хотите более подробное. Но это только лично теперь к Татьяне обращаться. И куда лучше? Инстаграм? Там, наверное, чаще всего. В Инстаграме, да, выкладывается в основном информация. Мы пишем и статьи стараемся писать. Ну и там же возможности есть и на личные консультации. И на личные консультации можно записаться. Кстати, какие консультации больше пользуются популярностью? С чем чаще всего люди обращаются? Я, конечно, очень радуюсь, когда одна из самых моих любимых востребованных консультаций – это предназначение. Но предназначение – это как моя реализация, да, то есть где мне заработать денег. Так. Это самое мое любимое, это самое востребованное, я считаю, самое актуальное, потому что наша реализация, наши деньги, бизнес, наше вообще предназначение. Мы практически 24 часа в сутки думаем все равно об этом, как себя применить, как себя реализовать. Самая, конечно, лучшая консультация – это когда, слава богу, они у меня с каждым месяцем появляются все больше и больше, потому что я про это говорю, когда мамы обращаются про детей. Да, только вот на этой неделе уже провела около пяти таких консультаций. Чтобы сразу вовремя набрать человечка маленького. Конечно, как развивать правильно ребёнка, какие у него таланты, в спорт его отдать, гуманитарий, физик, математик, что делать, какие профессии применить. Потому что чем раньше вы понимаете своего ребёнка, и какой он характер, и какая структура, и в чём он может реализоваться, тем проще ему потом. Да, счастливее ребёнчик-то будет, конечно. Счастливее будете вы спокойнее, потому что он будет реализован от этого. Как я говорю, тема предназначения напрямую даже влияет на ваш иммунитет. Потому что чем ближе вы к своей профессии, к своему делу, уровень стресса снижается, вы становитесь элементарно здоровее, спокойнее спите. И, конечно, очень много людей обращаются, правильно ли я развиваюсь, правильно ли я работаю, это ли моё предназначение. Танечка, скажи, пожалуйста, а вот как много людей обращаются на консультацию на тему цифры и секс, сексуальности, темперамент? Есть ли успех у этих вебинаров и тренингов? Знаете, вот у меня есть прекрасная коллега, сексолог Касарина Наталья. Только на той неделе проводила, у неё есть очень интересный клуб, очень интересные у неё статьи в Инстаграме. А что вы рассказываете там? Можно ли двойки с тройкой, девятки с однёркой, или лучше обходить стороной? А с четвёркой можно, а с восьмёркой вообще не нужно. На эфир, на сексуальность, на темпераменты, на совместимость. Он, кстати, выложен в Ютубе, можете найти, посмотреть, ссылка тоже есть в моём Инстаграме. Вот нумерология, она интересна тем, что можно поговорить на любые вопросы. На любые темы, абсолютно, да. Это очень актуальная тема, потому что сексуальный темперамент, понимание партнёра и его секретиков создаёт погоду в доме. Потому что с работы ты приходишь, и тебе хочется действительно качественно отдохнуть с человеком, побыть. А секс, он не только про постель, он про всё, что нас окружает, про настроение, про характер, как ты идёшь, как ты настроен вообще на взаимоотношения, что с парами происходит. Очень важно понимать своего партнёра, очень важно знать, знать его подсознательные процессы, его секреты. И нумерология действительно помогает очень многие секреты открыть, но не для того, чтобы манипулировать, а для того, чтобы правильно пользоваться. Что ему интересно, фантазии ему интересны, именно тело интересно, поговорить или обнять. Ну и как мы уже знаем из твоих уст, то в 2019 году это будет особенно важно знать, что партнёру нравится, какие фантазии и так далее и тому подобное. Нам сейчас очень нужно сделать небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Татьяна Голикова у нас по-прежнему в гостях. Психолог, коуч, нумеролог профессиональный. Очень уже много хорошей, интересной, полезной, невероятной информации мы услышали из Татьяны. Если вы вдруг только что к нам подключились, друзья, будет обязательно повтор программы на нашем канале, на YouTube, на сайте. Так что дожидайтесь. Либо заходите в социальные сети, к Тане, ищите её там и общайтесь лично, уже без посредников, что называется. Нанюш, я очень хочу задать вопрос, который, мне кажется, невероятно важен на самом деле. И допускаю, что многие, конечно, относятся к этому вопросу серьёзно, но кто-то просто даже и не предполагает, что подготовка к встрече Нового года — это не только успеть доработать, сдать все там планы, отчёты и так далее, нарезать все салаты, закупить все продукты, подарки, всех обзвонить, поздравить и так далее. Это ещё и некая, наверное, какая-то внутренняя работа. Нужна ли она? Важна? В общем, как правильно провожать год и встречать? Самое главное, понимаете, конечно, на этом много есть и тренингов, и про это очень много говорят. Действительно, очень важен анализ. Вот знаете, наверное, загадывание желаний, потому что 2019 год, он такой, для него анализ более важен, чем даже цель. То есть здесь нужно очень чётко понимать, в какой точке вы находитесь сейчас. Потому что очень тяжело на самом деле на это посмотреть правде в глаза. И многие не анализируют, что же было, что получилось, что не получилось, чего достиг, чего не достиг. Начинают уже ставить новые цели, планы. Так, я хочу похудеть, я хочу денег, я хочу того, сего. И это всё опять оказывается каким-то мифом, что-то опять получилось, не получилось, начинается, ой, звёзды неправильно сказали, цифры неправильно посчитали и так далее. Поэтому, честно вам скажу, научитесь очень хорошо анализировать. Когда мы говорим про анализ, имеется в виду вообще вся жизнь, и тогда анализ очень долго может занять время. Нет, хотя бы проанализировать 2018 год. Сейчас, слава богу, знаете, как иногда даже полезно, открываете Facebook. Так, и всю ленту просматриваете. Да, всю ленту просматриваете, потому что, когда мне тут так же сказали, я говорю, что-то, мне кажется, я давно нигде не была, ничего не делала. На что мне напомнили, говорят, так, подожди, ты была там-то, 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 летала туда-то, ах, правда? Мы действительно забываем. И очень бы хорошо посвятить 30-е, 31-е декабря, даже можно и 1-е января, проанализируйте, посмотрите, что действительно вы сделали за этот год. Возможно, у вас будут записи, где вы писали, что бы вы хотели сделать на 2018-е, и что, допустим, вы не успели. Это неважно, проанализируйте самое главное, что было, что было хорошего, что было недостаточно хорошего. Насколько вы довольны вообще сейчас тем, что происходит в вашей жизни? Какие уже вы достижения сделали? Вот это уже получается, это не получается, это я смог, это я не смог. Посвятите этому большое количество времени, потому что 2019 год, он, конечно, прекрасен по целям, задачам, но всё-таки он будет вытаскивать из вас те навыки, которые уже есть. И хорошо бы эти сильные свои стороны знать, потому что 2019 год про развитие и реализацию ваших сильных сторон. И посвятите время тому, чтобы понимать, а какая ваша сильная сторона, а в чём действительно вы были успешны, что вы такого сделали, что в взаимоотношениях получилось, а что вы такого сделали, что в работе получилось, а что вы сделали, что денег больше заработали. А возможно, вы этого не сделали, потом пожалели, что не сделали, оно как-то сложилось. Ну, хорошо и плёнку назад отмотать. Может быть, вы это не сделали, но приняли к сведению, что так надо сделать. Потому что если вы поймёте сильные акценты, поймёте, что вот это сработало, это сработало, а это точно надо не делать, сделайте в 2019 году ставки на том, что уже сработало. Потому что что-то совсем гениальное придумывать этот год, он говорил… Есть риск, да? Есть риск, да, потому что 2019 год, ещё раз напоминаю, там очень сильная цифра девятка. А девятка – это цифра анализа, осознания и уже как бы обратный отсчёт, да, поделиться уже мудростью, взять тот опыт, навык. Она уже мудрая цифра девять, она уже что-то набрала, она уже что-то умеет и делает. Но как правильно эту мудрость использовать, потому что девятка перейдёт в единицу, что ты заново сможешь сделать, как это применить в лидерстве, как применить в работе, как в бизнесе. Поэтому ещё раз говорю, проанализируйте тот опыт, тот багаж, ту мудрость, которая уже у вас есть. Возможно, даже которой нет, но где-то она закопана очень глубоко. И очень крепко дремлет пока. И очень крепко дремлет. Поработайте над этим, проанализируйте это. И именно на этом сделайте ставки, акценты, если действительно получалось. То есть если я это уже сделал, оно сработало как-то, а что сделать, чтобы оно ещё улучшилось? Потому что 2019 год, он как раз именно про укрепление, расширение, масштабирование того, что вы уже умеете. Вы должны свой опыт, свои знания, свой багаж, который есть, уже научиться им пользоваться. И ещё раз говорю, очень часто бывает ошибка, что не могут это проанализировать, зато кучу новых целей, планов понаставили. Конечно, вот такой вот лист формата А4, всё это же сжигаешь, когда потом себе в бокал с шампанским. Да, это не очень приятная такая история. И потом сидят, и что же, и как же. А ничего не происходит. Поэтому ещё раз повторю, это действительно очень важно. Нужно понимать цифры, нужно понимать, что происходит вокруг вас. Верите вы, не верите. Энергия цифр, она повсюду. Потому что неустанно повторяю, первое, что появилось, когда вы родились, — ваша дата рождения. Вы уже получили цифры, которые хотите, не хотите, они влияют на вас, на вашу жизнь, на вашу судьбу. Поэтому, конечно, лучше прислушивайтесь к рекомендациям. Посидите и поанализируйте, напишите, какой я молодец, в чём я молодец, и что с этим молодцом делать. Потому что не всегда новое бывает нам нужно. Иногда можно из старого сделать апгрейд такой, новый, сделать из этого что-то новое. Нового себя, новые отношения, новый бизнес или обновить свой бизнес. Вот постарайтесь сделать не новое, а обновиться. Это будет гораздо эффективней, интересней. Ну и всё-таки, так как цифра три, но веселее. Вот, ключевые слова. А это, возможно, если смотреть и слушать телерадиоканал «Страна.ФМ». Страна.ФМ, скажи, пожалуйста, в 2019 году, она же, как бы, всех уже, да? Аккуратно обойдёт, скажем так. Буду за вами наблюдать, помогать, пинать вас, писать и звонить. Потому что хочу по старой доброй традиции сидеть в конце 2019 года здесь. Надо чаще встречаться. И говорить, вот вы видели, какие молодцы, какие результаты. На примере, да, нашем уже как бы рассказывайте. На примере вашем уже будем вообще план наполеоновский дальше, да, где действительно будут новые истории, новые проекты, новые достижения. Конечно, над всем нужно работать. Но ещё раз говорю, легче, легче, интереснее. Потому что тройка, знаете, это ещё цифры такая немножко, как дети. Они же вот не задумываются, как что, они просто делают, действуют. Больше смейтесь, больше улыбайтесь и больше общайтесь. Потому что действительно энергия взаимодействия между людьми. Не заморачивайтесь. Обидели, не обидели. Ну, слушайте, посмейтесь лишний раз, и будет вам счастье. Спасибо огромное. Поэтому всех с наступающим Новым Годом. Спасибо большое, друзья. Спасибо вам за внимание. Татьяна Горькова у нас в гостях. Номеролог, психолог, коуч и таролог. И, конечно, огромное количество тем, на которых хотелось бы поговорить с Таней. Но я думаю, что в Новом Году наши встречи обязательно должны быть чаще. Здесь же, в студии. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом. И до новых встреч. Спасибо огромное. Спасибо. Лучшее в стране.